Японское боевое искусство дзюдо было создано в конце 19 века мастером боевых искусств Дзегора Кано, который сформулировал основные правила состязаний. В отличие от других видов единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приемы и удушение. Открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти героя России, сотрудника Центра специального назначения ФСБ, подполковника Ильина Олега Геннадьевича, погибшего при освобождении заложника в школе номер один в Беслане, прошел на выходных в спорткомплексе Подмосковья. Соревнования собрали на своей площадке более 200 ребят 2007 и 2008 года рождения из самых разных городов Московской области, а также из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Иваново, Костромы, Тамбова, Тулы, Владимира и Воронежа. Очень приятно, что наш турнир набирает обороты, он уже третий, в память героя России, Ильина Олега Геннадьевича. Этот яркий пример, который человек указал, отдав свою жизнь, спасая в жизни других. Желаю спортсменам победных выступлений, судьям беспристрастного судейства, всех отличного настроения и новых ярких побед. Юные участники состязаний признаются, что в данном виде спорта их больше всего привлекают впечатляющие приемы. Ведь дзюдо не просто единоборство, это настоящее искусство. Многих из ребят на занятия привели родители. Вообще, меня первым папа позвал заниматься дзюдо, я согласился. И мне понравилось, я теперь занимаюсь. А в чем конкретно тебе нравится? Делать всякие броски, посечки там. По окончанию турнира лучшие дзюдоисты своей возрастной категории были награждены кубками и медалями. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.